Американский промоутер Луди Белла поставил под сомнение результат чемпионского поединка между Тевином Фармером и Кениши Угавой, приводя непривежимые доказательства несправедливости судейского решения. Если обратиться к статистике боя, то Фармер нанес в общем на 59 ударов больше, из которых силовых было нанесено на 40 ударов больше. Я начинаю ненавидеть этот вид спорта. У меня Фармер четко выиграл 9 раундов. Как они могли так поступить с этим парнем? Просто ужасно. Мне надоело работать в этом грязном бизнесе. Позор для судейства. Атлетическая комиссия штата Невада, откройте глаза и пусть IBF поступит правильно в данной ситуации. Судья Берт Клементес не отдал Тевину Фармеру ни одного раунда во второй половине боя. Ни одного. Черт в бокс. Мы так привыкли к плохим решениям, что просто отмахиваемся от них. Подобное ограбление может сломать карьеру и жизнь молодого бойца. Немецкий супер тяжеловес румынского происхождения Кристиан Хаммер прилетел в Екатеринбург, где 15 декабря ему предстоит провести бой против российского боксера Александра Поветкина. Противостояние Поветкин-Хаммер станет главным событием большого боксерского турнира, организованного промоутерской компанией Boxing Promotions и Мир Бокса. Согласно исследованию Нильсона, институт в США, изучающий телеаудиторию, бой между украинцем Василием Ломаченко и кубинцем Гильермо Ригондо собрал у телевизоров в Соединенных Штатах около 1,5 миллиона зрителей. Среди боксерских поединков, транслировавшихся в 2017 году на кабельном телевидении, в США бой Ломаченко и Ригондо занял второе место по размеру телеаудитории, значительно уступив трансляции по Кяохорн. Легенда мирового бокса Майк Тайсон считается одним из лучших бойцов в истории, наравне с величайшим Мухаммедом Али. Фанаты боевых видов спорта часто спорили о том, кто бы взял верх, если бы Тайсон и Али встретились бы в самом расцете сил. В интервью Железный Майк обратился к этому вопросу, ответив на него в привычном для себя стиле. Он был быстрым, но у него не было какого-то отличительного качества, которое можно заменить кроме подвижности и ловкости. Али никогда не боялся идти в рубку, но при этом совершенно не наносил удары по корпусу. У него не было нормальной защиты, скорость по сути и была его защитой. Он был чертовым зверем, больше похожий на какую-то модель, чем на бойца. Он словно тираннозавр Рекс с прекрасной наружностью. Мухаммед Али затащит вас в глубокие воды и утопит. Он был особенным, самым лучшим в мире и никто его не победит. Василий Ломаченко получил награду имени Мухаммеда Али. Об этом в своем инстаграме сообщил менеджер украинского боксера Эггес Климос, опубликовавший фото трофея. Экс-чемпион мира Андер Уорд заявил, что до боя кубинца Гильермо Ригондо с Василием Ломаченко он полностью исключал вариант досрочного поражения Ригондо. Я абсолютно не ожидал, что Ригондо сдастся. Думаю, Ломаченко провел с ним бой в правильное для себя время с точки зрения его возраста и веса, но вины Василия в этом нет. Он сделал то, что нужно, и я думаю, никто в общем не ожидал, что Ригондо откажется продолжать бой. По словам Уорда, главным вызовом для Ломаченко сейчас является бой против Майки Гарсии. Конечно же, Майки и Майки просто зверь. И, по моему мнению, это супербой. В таких боях я не называю явного победителя шанса 50 на 50. У меня есть доводы как в пользу Майки, так и в пользу Ломаченко. Со всеми этими минимум боев, которые Василий провел, даже при том, что он дрался с серьезными парнями, сложно оценить его в целом, ведь мы еще не рассматривали Ломаченко со всех сторон. По крайней мере, я еще не видел достаточно. Время покажет. В прошедшую субботу бывший чемпион мира в полулегком весе мексиканец Орландо Солида потерпел досрочное поражение от рук Мигеля Романа и объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Орландо Солида заработал 300 тысяч долларов. Что касается гонорара Мигеля Романа, то он получил 50 тысяч долларов. Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях и богатейший боксер мира Флойд Мэйвезер недоволен последними заявлениями Оскара Далахои и пообещал вновь выйти в ринг с Оскаром. В случае, если тот не прекратит поток негативных высказываний в свой адрес. В последнее время Оскар неоднократно высказывался на тему боев Мэйвезера и Макгрегора и даже пообещал вернуться в бокс, чтобы нокаутировать Конора за два раунда, заявив, что для победы ему понадобится пять раз меньше времени, нежели Флойду. Ни один боксер не должен позволять быть Оскару Далахои, быть вашим промоутером. Никогда. Алкоголик, наркоман, который надевает колготки в сеточку. Я уже один раз надрал ему задницу, а если он будет возникать, надеру еще разок. Субтитры сделал DimaTorzok